Всем привет! В эфире канал Simple History и сегодня мы в гостях в Сочи в арт-галерее форт, напротив как раз стена Новагинского форта и в гостях у Андрея Бизилова и Константина Глазова, сочинских исследователей, которые как раз сейчас занимаются вопросом исследования античной крепости на территории Сочи, существовавшей когда-то. И сегодня мы поговорим об этой тематике, у нас уже были по этому поводу ролики в прошлом году, ссылки мы по ходу вставки сделаем соответствующие, чтобы напомнить о чем начала речь. А сегодня поговорим о тех результатах, которые были достигнуты за последний год работы. И я думаю, сразу перейдем к первому основному вопросу, какие результаты достигнуты были за прошедший период, в течение прошлого года, начало этого года, в рамках исследования вот этого вопроса. Ну, сами ли по себе результаты, это один аспект. Ну, первый аспект, который возник, вопрос-проблема, как угодно можно называть в связи с этим, это что начались неверные трактования этого вопроса теми, кто хоть как-то услышал краем уха. Одно из болезненных вопросов города Сочи, это празднование его годовщины, его времени и так далее, и так далее. Эта тема очень злободневная, я не буду поднимать все интернетные дискуссии, потому что дело неблагодарное. В данном случае, мы вообще не занимаем ничью позицию, мы не вмешиваемся в вопросы, которые на данный момент усиливаются в интернете. По поводу, когда назначили, когда высадили, когда забили первый, говорится, столб в строительстве форта Александрея. Мы не трогаем этот вопрос. Давайте, во-первых, прежде чем говорить о том, что такое город и о городах, давайте вообще определимся, о чем идет разговор. Кто не хочет в этот вопрос вникать, дальше разговор, в принципе, для них не имеет смысла. Дело все в том, что города имеют необычную историю. И тем не менее, один из древнейших городов Российской Федерации, это город Керчь. Город Керчь, он был основан, как город, именно вот это место, Пантикопея, еще, простите меня, в античные времена. Это не из древнейших городов. Но его существование, города, неоднократно прерывалось. С разрушениями города, с той же ситуацией, связанной со сменой этноса. Там и итальянцы были, и генуэзцы, и кого только не было. Но, тем не менее, мы же не говорим, что городу Керчь столько лет, с какого момента он появился в реестре городов Российской империи. Мы считаем, что городу столько лет, в моментах, когда здесь впервые реально появился город, что есть город. Та же, например, ситуация с Сухумом. Вот, Константин, ваше мнение по поводу первого века Себастополиса. Ну, до Себастополиса, как мы знаем, упоминание идет у историков, это город Диаскурия, греческий город, который был основан выходцами из Милета, греками-пересиденцами. И дальше, на его территории образовывается в первом веке нашей эры римская крепость Себастополиса. Потом, в течение с первого по четвертый век, там идет наслоение крепостей друг на друга. Было укрепление первого века, которое описывает Гайя Плинии Старший. Потом, дальше, во втором веке, оно перестраивается, это укрепление. После, в третьем, четвертом веке, заново строится. Потом, в шестом веке, разрушается опять. Да, но суть даже не об этом. И бизантийцы, дальше, при Истинеании, как говорит Прокопий Кисарийский, он восстановил здесь город во всей красе. И самый красивый город на побережье там образовался. Ну, где Себастополис, ты скажешь? Где Себастополис? Где Диаскулия? Значит, по сегодняшним данным, по предположениям, оба этих города находятся на дне Сухомской бухты. То есть, изменившийся рельеф. Да. При этом, укрепление первого века, как считается, оно все-таки не найдено. А то, что мы имеем на берегу в прибойной черте, это следы уже более поздних укреплений. И сверху на них сидит еще остатки Сухун-Кале, турецкая крепоследность. По сути, город возник уже в северной черте. Но, тем не менее, отсчет существования мы берем, не имея материальных свидетельств самого городостроения, опираясь на первоисточники. И в данном случае, или мы на них опираемся, либо не опираемся вовсе. Если уж один раз мы признали труды Гая Плиния Секунда Старшего достойными упоминания и использования их в научной работе, давайте пользоваться ими все время. А не выборочно, когда нам это выгодно или не выгодно. Да, такая же история у нас с Анапой. Это была Горгипия, потом Мапа, потом Анапа, Анапа, ну, Калея турецкая, потом она разрушается, появляется русский город. Но, тем не менее, у нас есть очень интересный факт, про который можно спорить не с сочинцами, а с кем угодно. Это вот, Анапа 2500 лет. Можно, конечно, долго доказывать, что Анапе не 2500 лет, но, тем не менее, этот факт, который используется, в общем-то, и в туризме, и в развитии города, и во всех вопросах. Ну, ведь называлась Горгипия не Анапой, и прерывалась проживание там разных этносов. И на несколько сот лет. Да, и на несколько сот лет. Тем не менее, 2500 лет. И это побережье. Но, пардон, у нас есть Калининградская область, город Калининград, который был основан тефтонскими рыцарями в средние века. И был Кёнигсберг. А Калининградом он стал у нас после окончания Великой Отечественной войны. Но, тем не менее, никому в Калининграде в голову не придется сказать, что Калининград отсчитывает себя как город с 1945 года. 1900. Хотя произошло, во-первых, серьезное разрушение, во-вторых, смена этнического состава. То есть, как говорится, прусского населения в Калининграде как-то так не густо. Это вопрос к тому, сейчас мы завершим, что, как прелюдия, когда мы говорим о городе, то понимать этот вопрос может каждый по-разному. А мы говорим сейчас здесь, в данный момент, о факте наличия городостроительства на том месте, где мы сейчас находимся. А уж как это интерпретировать будет каждый, простите меня, мы не навязываем никому. Сколько людей, столько мнений, каждый с собой. Ну, теперь по фактам, по артефактам. Что найдено. Ну, вот, скажем так, дабы, говорится, было всем наглядно видно, я не могу принести сюда все фрагменты, которые находятся сейчас в исследовании. Но, тем не менее, Константин, эти моменты изучены очень основательно, сделаны сопоставления и найденных фрагментов вот этих вот кирпичей римского стандарта, которые описаны в большом количестве профессиональной архитектуры, литературы по архитектуре римского периода именно вот первого века. И она имеет очень широкую географию. Но при этом размеры, Константин? Размеры все стандартные. Размеры все стандартные. Они не отличаются. Это была Римская империя. И более того, состав, не только размеры, состав этих кирпичей, он идентичен по целому ряду памятников. Вот по каким позициям мы совмещали? Когда у нас пошли находки кирпичей, коллеги из Абхазии сказали, что в Себастополе на территории крепости был найден очень похожий кирпич. Мы съездили, посмотрели. И, приложив эти кирпичи друг к другу, мы поняли, что это один размерный ряд. Итак, кирпичи все имеют ширину где-то 105-110 мм. Толщина 35-38 мм. И на сегодняшний день на территории Сочи целого кирпича не найдено. Но по кирпичу Себастополиса тогда стало возможным определить его длину. Это 216-220 мм. Дальше мы начали смотреть состав. Был сделан прибор для анализа макросъемки, который показал очень интересные результаты. Вот здесь мы напилили образцы. Спилы. Спилы, да. С кирпичей найденных здесь на территории Сочи. Кирпич, который найден был в Себастополисе. И недавняя находка этого года интересная. Кирпич в забутовке крепости Абаата в Гагре. В известковом растворе тоже торчал фрагмент такого кирпича, который по ширине. Ширина читалась такая же 105-108 мм. Толщина 38-36 мм. И мы взяли тоже на анализ. И, в общем-то, получается, что все идентично. Вот у нас фрагмент Сочи. Это тоже сочинские кирпичи. И, допустим, это Себастополис. Вот можно видеть, что структура теста такая же. Состав теста тот же самый. Кирпич с крепости Абаата. Абаата это? Это в центре Гагры, где площадь Гагарина. Вот это. То есть, все одинаковое. Все с одного завода. То есть, получается, что кирпич весь импортный. Он делался, скорее всего, где-то на территории, может быть, Трапзона. Трапезонда древнего. Либо Апсар. Это был там, где стояли большие римские гарнизоны. И во второй половине первого века нашей эры римская экспансия начинается на восточном побережье, чтобы образовать транспортное сообщение между Римской империей и территориями, подчиненными напрямую Риму, и Босфором, который тогда Римская империя пыталась подчинить. Он был в зависимости уже. Да. Он был в зависимости, но, тем не менее, он не стал так римской провинцией, но подчинение там было... Восфальное зависимости от Приморской. И возникал у империи вопрос организации приморских укреплений, которые для обеспечения каботажного плавания и сообщения между Крымом и Таманью, и территорией Римской империи. Причем сущность имперская повторяется исторически всегда. Цепь крепостей, в том числе и форт Александриев, возле стены, на котором мы находимся, предназначалась для обеспечения именно вот этого вот каботажного плавания. То есть безопасности торговых кораблей, судов и пресечения пиратства. В римское время задачи были те же самые. Сейчас я столкнулся с таким распространенным фактором, когда нам говорят, вы что думаете, кораблями сюда целую крепость кирпичей навезли? Ну, во-первых, скажем так, парусный флот и его возможности. Что в Римскую империю, что период Российской империи был абсолютно адекватен. Сила ветра и корабль. Во-вторых, если из Керчи сюда привезли и построили крепость из блоков, то в римское время ситуация была гораздо проще. Не было кирпичной крепости. Кирпич использовался для кладки опус микстум. Смешанная кладка. Именно это прошивание укрепляющими поясами кирпича кладку из обыкновенного дикого камня. Вот, можно это посмотреть. В Сибастополисе, в Сухуме, этот элемент стоит прямо на набережной, доступен для просмотра. И, в том числе, кирпич мог использоваться либо для облицовки, либо для вымазки полов. Вот один фрагмент, очень интересный, найден недавно. Как раз такой же кирпич, у которого сохранилось пятно. Но это либо штукатурка, либо это цемянка. То есть, это либо на полное покрытие, либо это настенное покрытие. И этот известковый раствор смешан с толченой керамикой и имеет такой характерный красноватый цвет. И, заканчивая вопрос макросрезов, мы добавим такой важный момент. Вот у нас спил срез сочинской черепицы, именно от того времени, которая найдена уже во многих экземплярах в целом. Он абсолютно по составу теста аналогичен с кирпичами. Почему это важно? Потому что, когда мы нашли эту первую черепицу, у нас весьма многие, говорится, сомнения возникали. Вот она выглядит. Вот так эта черепица можно показать. Дело все в том, что все, кто были на Тамане, видели там в большом количестве сохранившиеся старые дома, крытые черепицей, которая называется в простонародье татарка. Она напоминает себе по форме, естественно, этот тип черепицы. Но мы не можем опираться на научных исследованиях просто на форму предмета. Поэтому была проведена анализ, макросъемка состава и этой черепицы в том числе. Во-вторых, было пройдено следов обработки, как она делалась. Опыт у нас в этой области уже есть. Благо, сотрудничая с Институтом археологии Российской академии НО, Сергеем Николаевичем Кореневским, мне пришлось подтянуться в своих познаниях и в совместной статьи в ВАКовских журналах по майкопской керамике и личный опыт общения с людьми такого, говорится, уровня в археологии. Я стал отличать, и Константин тоже вошел в вопрос, что происхождение следов производства является очень важным маркером. Если сравнить эту черепицу, не форму, а ее состав и производство с черепицей татаркой, совершенно различные. Укладка не на бревно, а на песок. Кстати, случай тот же самый. То есть, что кирпич делалось на песке с нижней стороны, а с верхней стороны проглаживалось. Таким же методом, как это делалось на крепости Харакс в Крыму, к примеру. Харакс первый век. Размеры те же, технология та же. Хотел бы немножко пояснить, что такое Харакс и что такое эпоха первого века нашей эры. Это время, когда Рим распространяет свое влияние и пытается... Это конец правления Нерона, который недостаточно имел каких-то военных заслуг и хотел как-то себя проявить. Войти в историю. Великий Нерон. И он решил сделать Черное море внутренним морем. И со стороны Дуная, там основывается провинция Мезия. Там стоит большой гарнизон с командиром Плавтием Сильваном, который в 60-х годах первого века отправляется на защиту Херсонеса, нынешнего Севастополя, для защиты его от сарматов. И флот, нагруженный строительным материалом, уходит туда и на мысе Айтадор они ставят римское укрепление Харакс. И на территории этого укрепления находится такой же кирпич тех же форматов и стандартов, как и у нас. Немножко здесь отличие идет по длине. Ну, это миллиметры буквально. Да, это один сантиметр, потом покажете. Это классический вариант Харакса, он выделен. Ираида Борисовна Зиест, была такая археолог, она составила два больших труда по строительной керамике и по тарной керамике Крыма. И в книге по строительной керамике здесь описан как раз вот такой стандарт, длина кирпича на территории Харакса, длина кирпича 23, ширина его 11 и толщина 3,5. То есть это весь наш размер. Мы сейчас можем говорить о том, что эти размеры немножко плясали, потому что неравномерная усадка... Ну, это миллиметр. В миллиметрах. У нас, да, найдено порядка 100 фрагментов кирпичей. Уже более 100 фрагментов кирпичей, подвергнутся статическому статистику. Да, от 10 до 11, ну почти 12 сантиметров ширина пляшет. Но средняя у нас идет там 11,5-11. И толщина там 3,5-3,8. То есть незначительно. По черепице ситуация аналогичная. Она тоже описана. Зарисовки и габариты, размеры тоже сходятся. И технологии изготовления тоже сходятся. Мы ни в коем случае не хотим сказать, что кирпич в Хараксе идентичен вот этим кирпичам. Потому что это две разные волны строительства. Которая одна двигалась по западному побережью Черного моря. И строительные материалы ввезли из провинции Мезия. А сюда ввезли строительные материалы из других мест. Из юго-восточных побережья Черного моря. Но размерный ряд показывает, что такой стандарт существовал, по крайней мере, в римском фортификационном искусстве. И, что характерно, вот эти кирпичи, они отличаются принципиально от более поздних византийских кирпичей. Потому что поздний византийский кирпич, он был из отмученной глины. Когда глину взмучили, сливали воду и обрабатывали. Здесь мы видим, что глина сверцовая была намешана, утрамбована в формы. И дальше вот эта слоистая структура, она вот здесь вот сохранилась. Здесь вот прослойки желтой глины, розовой глины. И крупные включения в том числе. Да. Но сразу надо отметить, что вот эта глина, это не местная глина. Наша местная глина, она такого рыжего характерного цвета. Это розовая глина, она не местная. Розовая и желтая. Это не Сочи, это не Гагра и не Сухума. Вот. И в Черепице та же самая глина. Здесь она, правда, скорее всего более тонкую выделку имеет. Она более плотная. Черепица тоньше, нужно было чуть получше. И она должна была все-таки воду держать. А здесь этот кирпич более пористый. Но цвет вещества, состава луна идентичный. При этом очень интересно, вот когда брали вот этот спил делали. Интересный такой запах пошел. Не кирпичный. Не кирпичный, да. Не пыли, а какой-то смолы. Органика. Возможно, добавлялась какая-то органика в замес. Для обеспечения больше водоталкивающего эффекта. Да, водоталкивающего эффекта. Вас и Константин Андрей. Или кто-то все-таки помог? Ну, начнем снизу вверх. Во-первых, конечно же, мы немножко заговорились в теме. Нам огромную поддержку и помощь оказывал именно наш третий помощник. Это краевед, наша команда, это Михаил Кудин. Потому что Михаил, он в принципе с самого начала принимал участие в этом вопросе. Единственное, что в меру своей географической удаленности он не мог так часто приезжать. Поэтому Михаил очень серьезно помог с проработкой материалов по историографии. В статьях, которые уже вышли, у нас больше 30 источников. Весьма редкая литература. Поэтому это одна команда. Но, как только пошли такие интересные находки, мы поняли, что надо вопрос решать на более серьезном уровне. Благо, мы уже много лет принимаем участие в международных конференциях археологических. Это и Кубанское международное анфиманское чтение, и Абхазская конференция, и Музея Востока юбилейная. Естественно, на конференциях включены между собой много точек взаимопонимания. Естественно, к вопросу, когда только пошли первые находки, мы обратились за помощью к нашему старшему уважаемому товарищу Олегу Васильевичу Шарову. Олег Васильевич Шаров ведущий научный сотрудник отдела истории античной культуры ИВКРА в Санкт-Петербург. Доктор исторических наук. Человек, у которого специализация научных интересов, как раз таки римско-годское время. Естественно, к нему мы сразу же и обратились за помощью. И большое спасибо Олегу Васильевичу, что он не отмахнулся. Он проявил нормальный патриотический дух нормального человека-ученого. Ученого, который занимается этим не только ради какой-то выгоды, коммерческого интереса, что сейчас стало последовременно распространено. Олег Васильевич сразу же направился в нужное русло. Это именно он нам настоял на том, что мы подготовили оборудование, вложили свои средства и сделали возможность хорошей качественной макросъемки. Дал образцы, как это делать. Опять же приятно, что Олег Васильевич обратился к своему коллеге, он уже из Москвы, к Сергею Юрьевичу Внукову. Это автор мощнейших монографий по античной тарной керамике. И мы рады, что Сергей Юрьевич тоже не отказался. И вот эти ученые высокого уровня, они фактически курировали наши исследования, подсказывая, как сделать, как хорошо, как плохо. То есть, фактически мы постоянно онлайн вели общение, и нам помогали они в правильном ключе направления этих вопросов. До этого нам, когда пошли первые находки еще стен крепостных, до керамики, очень хорошо помогла наша старая хорошая коллега, мы много работаем уже, это Галина Викторовна Требелева, Институт археологии Российской Академии Наук, Москва. Специализация, в ней область экспертизы, античности, нереговой истории и археологии Причинноморья. Она помогла нам сделать анализы, и анализы получены с печатями по составу извести строительного материала. Это был первый этап. То есть известь, на которую клали древнюю крепость. Анализы получены, они находятся в публикациях, они давно уже, кажется, обнародованы. И именно эти анализы помогли нам изначально поставить вот тот усок стены на социальный учет государства. Тем самым подтвердив факт, что это не какая-то ошибка. Итак, начались дальнейшие исследования и территория стала расширяться. По поводу территории, пожалуйста, Улья. Ну, территория... Значит, первый фрагмент крепостной стены был найден... Ну, как? Он был-то над землей, но... Выявлен. Выявлен, да. То есть на него обратили внимание, начали смотреть на него с разных сторон. И в процессе поняли, что это очень древняя постройка. Это было перед Олимпиадой в 2013 году. И сюда были приглашены археологи из Абхазии, они осматривали. Дмитрий Эдуардович Василиненко, краснодарский археолог, тоже смотрел. В общем, все подтвердили ее древнее происхождение. Вот. Потом в процессе вдоль улицы Аджоникидзе под Олимпиаду, в рамках Олимпиады и замены коммуникаций, была прорита траншея. И на глубине больше метра, в районе касс фестивального, обнажилась стена, которая траншея пересекла под углом. И по двум фрагментам вот этой стены, с одной стороны траншеи и с другой, можно было бы проложить угол, под которым шла стена. Получить направление прямой, по которой была стена. И таким образом, на основании наших находок, подъемный материал, который был поднят со дна траншеи, под электрические кабеля, все это... Материал выброшенный строителями на поверхность при строительстве. То есть, часть обратно закапывалась, часть осталась на газонах лежать. И вот этот материал мы до сих пор видим, он доступен. И мы начали наносить на карту и... Точки находок. Да, точки находок. И получилось, что вдоль западного склона у нас прослеживается полоса кирпича. На сегодняшний момент, это где-то протяженность уже где-то 250 метров. От моря от склона до маяка. То есть, это... Неразовая потеря. Да, не два кирпича, как нам говорят, что вы там на основании двух кирпичей делаете такие выводы. Это более 100 фрагментов кирпичей, которые рассыпаны на протяжении 250 метров. Это о чем-то говорит уже. Вот. И есть косвенные данные, что там под грунтом в стороне моря осталась тоже вымостка из такого кирпича, тоже на глубине метр. Дальше. Вот эта зона Приморская, она вписывается у нас в рельеф. И по всем правилам фортификации стены крепостные могли... От оврага до оврага. Да. Совпадали для этого. И практически, да, они совпадали с очертаниями форта Александрия, но были несколько шире. Потому что и склон, скорее всего, был шире и за две тысячи лет, да, осыпался. Хорошо. А на улице Аджайякидзе у нас вектор вот той на одиной стены дал направление в сторону курортного проспекта, где на планах форта... Еще времен царского периода. Да. Отмечен... Отмечен вот такой вот интересный объект, непонятные очертания и не относящиеся к самому форту. За пределами. Вот. А полоса кирпича в сторону каскада, она как раз пересекает этот же объект, который с другой стороны пересекает вектор вот этой стены. Эти две линии пересекаются в том месте, где и нарисован этот элемент, который находится на карте 1938 года. То есть, скорее всего, это была угловая башня старого укрепления, остатки угловой башни. Которая... Теперь мы вернемся опять-таки к тому, что немножко опустили. Которая опять укладывается в правила, о которых мы всегда говорили, а именно историография. Эти элементы стен описаны не просто в заметках путешественника, они описаны в военном рапорте, который был составлен по приказу генерала Раевского при инспекции крепостей. И там абсолютно нормальным языком, без какого-то возможности двойной трактовки сказано про существование сохранившейся древней, местами еще высокой, каменной стены. На тот момент, когда форт Александрия был еще сделан из чистокола. То есть, бревна, земля и доски. А каменная стена та уже стояла. И в документе четко объясняется, где она находилась. На основании вот этих документов и сопоставляя их с реальными фактами археологических находок, которые археологические находки мы не имеем права копать. Мы давно уже накопали здесь гораздо больше. Мы идем следом за строителями и посмотрим за ними, что там творится в этой траншеи. И вот здесь вот за окном Константин пропустил момент, при проходении траншеи этой. Еще в одном месте под землей траншея пересекла древнюю кладку на известковой растворе. Абсолютно такой же, как найдено возле концертного зала фестивального. Но когда нам задают вопрос, а почему она была такой конфигурации, как вы думаете, а не другой. Потому что при изучении всей траншеи на всем этом участке, траншея пересекла стенку только два раза. Это здесь и там. Все остальное пространство, пересечения стены нет. Это говорит о том, что там была дальняя восточная часть и условно говоря, а здесь дальняя западная. Это математика, ничего личного ведется. И вот на основании таких вот предположений и находок у нас вырисовался контур крепости, который оценивается площадью порядка четырех гектар. Это очень большая площадь для римских. И для средневековья в том числе. Потому что это сравнимо с площадью Пятиунта. Оно было ключевое значение. А оно и имело всегда ключевое значение. Потому что самая мощная крепость в серии береговых крепостей во времена Кавказской войны была именно Сочи. Второй момент. Именно самый влиятельный князь Адбзибе Дашахе, вот здесь вот жил Али Ахмед Аугла, тоже занимает ключевое место. Именно он пользовался этой крепостью, которая была кстати заселена, стояли дома, стояли склады. То есть ключевое значение, а это геополитика. По этому поводу есть немало учебников, которые объясняют это. Во всех случаях подтверждало, что именно это место удачно для расположения подобного рода плацдарма. И в процессе осмотра вот этих строительных отвалов у нас среди полосы строительной керамики были найдены также фрагменты тарной керамики. Которая является очень важным маркером временным. Еще раз повторюсь, по вот этим фрагментам очень сильно помогли нам археологи Олег Васильевич Шаров и Сергей Юрьевич Внуков. Мы материалы по вот этой керамике посылали и макросъемку им, и посылали реконструкцию трехмерную по книге Внукова, которая была выполнена. И вот этот фрагмент, это фрагмент коричневоглиняной колхидской амфоры, которая была найдена среди строительного мусора за лестницей. Макросъемка здесь есть. На конференциях, куда мы возили эти материалы, специалисты по тарной керамике, они крутили вот эти образцы в руках и смотрели на макросъемку. И сказали, да, бесспорно, это... То есть профессионалы, как говорится, с разных регионов, работающие, ну водой тем не менее, говорится, в одном направлении, видели это, говорится, все не по картинках, а держали все это в руках. То есть вот эта колхидская амфора, фрагмент ее горлышка, они имели такой характерный перетяг Тулова, и использовалась она вот именно такой вид амфора, первый и второй век. Я хотел бы немножечко расширить спектр этого момента по поводу амфора. Дело все в том, что все амфоры, которые нам были любезно помогли определить наши коллеги старшие, все падают на один и тот же временной период. Так же получается, как и кирпичи. То есть это первый век до, первый век, начало нашей эры. Тарная керамика в процессе своего развития все время меняла свои конфигурации, ну как, каждые 100-200 лет. Это тарная керамика, которая была сертифицирована в античном мире, которая являлась маркером, она являлась мерой веса, мерой объема. И только лицензированные производители, которым давали разрешение на это власти, могли произвести тарную керамику. Это так же, как сейчас бутылки. Если я сделаю бутылку для молока 0,45 и буду продавать молоко, не 0,5, а 0,45, то это будет называться уже криминалистикой. Поэтому, найденная керамика в своем времени, и вот колхитка эта амфора, и амфора из синопы привезенная, они датируются одним временем. И что самое интересное, и это к Риму о разговоре про Рим, это ножка от амфоры итальйского происхождения. Это вот ножка, которая одна фотография, ножка амфоры. Эта амфора была сделана в Италии, то есть в центре Римской империи. И об этом говорит, естественно, состав теста, из которого его делали, высококачественно проработанная глина. Сделана не где-то в деревне, а в центральном хорошем каком-то секторе. Теперь, зная длинный язык интернета и посмотрев рассуждения по поводу всех находок наших мещан-обывателей, фраза «нашли один кирпич и три кусочка амфоры». Не три кусочка амфоры, фрагментов в керамике найдено большое количество. Разговор сводится лишь только к тому, что макросъемка фрагментов этого теста лишь подтверждала места происхождения этой керамики. Но неправильные бесформенные куски не давали возможности определить форму того типажа. Почему в синопе из этой глины и в колхиде из такого состава глины делали амфоры в течение столетий? Месторождение было одно и то же. То есть мы могли сказать на данный момент только что, да вот этот кусок керамики он из синопа, а датировку определить мы не могли. И этой керамики достаточно. То есть мы говорим сейчас о целых фрагментах, которые возможны для определения датировки места, когда пользовались здесь именно этой керамикой. Это важно. Поэтому под руководством наших старших товарищей Олег Васильевича Шарова и Сергея Юрьевича Внукова этот вопрос был абсолютно нормальным образом решен. Причем, хотелось бы этот вопрос не откладывать в долгий ящик, это не наша личная самодеятельность, это наше изобретение. Мы попросили поддержки и к нам откликнулись наши коллеги из Москвы и Петербурга. И конкретно начальник управления Государственного охраны объектов культурного следа администрации Краснодарского края, Семехальского, поступили сходящими номерами от них письма. Я не буду перечитывать все письмо, но смысл, что перечисляются все эти находки, их количество, их полностью определение. И абсолютно грамотные ученые-мужи говорят, что таким образом можно предварительно говорить о возможном открытии поселения или города римской эпохи. Место расположения города Сочи предполагает наличие такого пункта в древности, это территория Охиян и Генехов по Страбону, у которых должно было быть укреплено поселение в этом месте на берегу Понта Эвксинского. То есть на данный момент, естественно, и наши коллеги из столиц северной и центральной, протянувши в помощь руку южной столицы, и мы тоже присоединяемся к их мнению, мы не можем сейчас громогласно кричать, что городу Сочи 2000 лет. Это в данный момент уже вопрос, который будет касаться дальнейших, мы надеемся, исследований, заинтересованности в этом вопросе властей. И этот момент очень важен для развития и города, и региона в целом. Почему? Потому что эти материалы уже прозвучали не на одной, а на двух международных археологических конференциях. Это Краснодар, альфимирские чтения. Это Абхазия, последняя пятая абхазская археологическая конференция в Сухуми. Где не просто журналисты, или учителя школьной истории, или просто какие-нибудь работники, связанные с историческими вопросами, а высокопрофессиональные специалисты, собравшись, набрав корум, осмотрев эти материалы, смогли прийти к каким-то уже выводам. Вот об этом идет разговор. Зачем это надо? А зачем? Ну, зачем, наверное, и какие планы? Зачем планы? Ну, во-первых, планы каковы? Заниматься дальнейшим исследованием всего этого. Надеяться, что если не будет официальных раскопок, что кто-то начнет что-нибудь строить опять. Вот, повыбрасывают нам опять амфор на бруствер каких-нибудь. Мы узнаем больше про свой город, но как бы мы считаем, что если вот город Анапа может себе позволить издать такое издание с надписью Анапа 2500 лет, то для чего она это делает? Потому что развитие межкультурных связей, межэтнических связей, развитие туризма, а это является туризм, это сейчас градообразующая часть. В мире, говорят, первое место занимает туризм по доходам, триллион, там, оборот, триллион долларов. Да, и если мы говорим в данном случае о Сочи, на данный момент, в принципе, можно говорить уже однозначно о том, что древние античные сооружения римской эпохи здесь стояли, вот где мы сейчас сидим. Вопрос город или городище, это вопрос, может быть, довольно-таки долгий, но однажды нам будет задан вопрос, а как же этот город назывался? Вот по этому вопросу мы опять-таки вернемся к началу нашей беседы, а беседа была о чем? О том, что из источников мы знаем, что был Кёнигсберг, что Анапа была Горгипия, что была Никерча-Пантикопея, а вот на породу города Сочи, кстати, тоже есть те же источники, между прочим, на которые опирались все наши соседи. По поводу Гая Приняя-Секунда-Старшего, что он писал? Что в 100 римских милях к северо-западу от Себастополиса находится город Гераклей. Не Гераклей, я. Гераклей. Гераклей мужского рода. Если брать длину римской мили 480 метров, получается 148 километров от Сухуми должен был на побережье стоять город. Сейчас по современным картам мы знаем расстояние от Сухума до порта Сочи 142 километра. То есть погрешность... По прямой 142, а римлянин, который гибал мысы, у него получилось 148. Это понятно объясняет. Но мы не опираемся на одного только Гая Приняя-Секунда-Старшего. Это был очень доблестный римский географ, который погиб, спасая людей в Помпеях. Кстати, это можно понять смысл для города. Когда гибли Помпеи, вот здесь уже стояли крепость и сооружение. Это уже аргумент. То есть примерно он описывает здесь город Гераклей где-то 74-й год нашей веры. Нет, это он уже после 74-го погиб, а описывал он в середину века. Ну, он в 79-м погиб. В данном случае он пользовался источниками даже не собственными, а имеющимися материалом. В том числе и греческо-античным. И это к вопросу о втором названии города. А дело все в том, что помимо Гая Приняя-Секунда-Старшего, очень много исследовали описание Клавдия Птоломея Меркатора. Это римский географ, который первый начал вводить систему географических координат. И после того, как он дал по своим данным расположение здесь города, вопрос расположения города здесь обсуждался неоднократно в научной литературе исторической. Его предполагали то в сторону Шахе, то в сторону Мацесты. Эти все моменты у нас выложены на сайте Сочеред. Можно прочитать полностью то, что писал по этому поводу. Но дело все в том, что город назывался Ампсолида. Это от босфорской эпитафики, от слова Ампсолак. Дальше, это уже не тема нашей сегодняшней встречи, Ампсолак это эпитафика, мы сейчас будем уходить в дебри босфорского царства. Но там это название проходит. То есть это дает нам намерто то, что местность была известна еще до римлян. Вот мы надеемся, что дальнейшие исследования могут привести нас к такому результату, который будет крайне выгоден даже для самого города. Да, город, крепость, поселение, которое располагалось в центре, было официально разобрано на запчасти для строительства мирных зданий. Это был царский указ. И для строительства форта. Ну вот дом, в котором мы сидим, он построен из квадр древней крепости. Не форт Александрия. Несущие колонны, вот эта колонна, которая находится за камерой, она внутри построена в 1911 году. И сквадр именно происхождения из глубоких веков. По камню мы не можем дать, по самому датировку. Может быть, это был средневековый период, может быть, римское время. Но квадры идентичны тем квадрам, из которых сделана стена, которая поставлена на охрану государства, скажем так. И еще добавить хочется, что, во-первых, английский разведчик Бель, который здесь присутствовал при высадке русских войск в 1838 году, он здесь отмечает развалины древней крепости. Потом русские войска здесь основывают форт. И на работах, мы по рапортам Симборского можем судить о том, что на работах по благоустройству вот этой территории и по строительству форта участвовало около полутора тысяч человек. Это с помощью вот этих вот солдат, стены, которые мешали прострелу, скорее всего, были разобраны, частично пущены на конструкцию самого форта. И поэтому, в общем-то, мы и не находим их сейчас, кроме вот этого куска, на земле. Но в перспективах развития города, факт наличия его древности и даже небольшие фрагменты сохранившихся, не имеют большое значение. Потому что я сам лично был в городе под названием Константа, это в Румынии. В Константе, в процессе урбанизации, практически тоже было полностью сметено все, хотя Констант это город, где отбывал свою ссылку знаменитый римский поэт Авидий Назон. Там стоит ему памятник. И вот в центре города Константа, вот эти остатки капителей, буквально несколько штук античного времени, выставлены в центре города, на постаментах, это историческое ядро. В малом количестве, но они дают всем приезжающим туристам понятие о том, в городе с какой древностью, древностью истории они находятся. Поэтому дальнейшее исследование и внедрение этого всего в развитие туризма города трудно переоценить. Здесь уже будет все зависеть от того, кто и как будет пользоваться полученной информацией. Можно продавать римские шлемы, можно продавать амфоры, открытки, хотите магнитики. Но для развития именно региона должна быть многоплановость. Мы не можем на одной олимпиаде катиться еще десятки лет. Исторический туризм, он гораздо более долгоиграющий. Накрытие играет уже 4 тысячи лет. Международный туризм, а это межкультурные коммуникации, межэтническое понимание. Потому что для приезжающих сюда иностранных туристов, для привлечения их интереса и внимания, важны какие-то маркеры общекультурной истории, а не локальные какие-то наши моменты, которые вызывают у нас восторг. Для остальных они непонятны. Вероятно, что так и есть. Вот испанец приедет, но не очень понятно. Русская культура, черкесская. Теперь вернемся к античному прошлому нашего места. Хотелось бы добавить, что речь о крепости на территории Сочи. Мы ведем о том, что здесь было укрепление для организации транспортного сообщения, как я уже раньше сказал. Ну, торговых, естественно. Да. Между территорией Римской империи и Боспорским царством. Здесь была организована целая сеть приморских укреплений. И вот по таким подъемным материалам мы уже можем говорить, что такой кирпич встречается в Себастополе. Потом добавить сюда Новый Афон. Два таких же кирпича были найдены буквально недавно. Гагра, Сочи. И, конечно же, Великий Питиус. Великий Питиус, да. И сюда же можно добавить римскую башню в архипаосиповке, которую там копали, по ней много работ выходило. Но там, интересно, если почитать, керамика, которая была найдена, она была точно таких же типов. То есть это одно и то же время. Были найдены там и колхитки, и синопские светлоглиняные амфоры. То есть это все находки одного времени. И здесь хочется сказать, когда нас критикуют, говорят, что какой здесь был Рим, какая античность. Статуи-то где? Где статуи? Вы не представляете, если это античный какой-то город, это огромный культурный слой, это все видно. Здесь это укрепление, скорее всего, существовало несколько десятков лет. То есть, может быть, там 10-15, может 30 лет. Но короткий промежуток времени. Это, можно говорить, конец правления Нерона, 60-х годов, 1-го века, и правление Веспасиана, это 70-е годы, начало 80-х. И в 80-х годах у Римской империи начинается столкновение на Дунае, и они все гарнизоны римских укреплений с Черноморского побережья, они снимают и перебрасывают туда. Такая же участь постигла Харакс. Там стоял гарнизон, его при обострении на Дунае сняли, и позже вернули, и он там просуществовал до 3-го века. Здесь же мы встречаем в трудах Плиния Старшего, что здесь локализуется город Гераклей, а дальше уже 130-й год позже времен написания переплава понта Ксинского в Арианном. Здесь уже крайняя область Римской империи, она ограничивается Питсундой. Дальше он пишет, что здесь царство царей, которым дал царствование римский император. Он пишет свой этот труд императору Адриану, и говорит, что дальше северный, там зоны царя такого-то правления, которое он получил от тебя, дальше другое, которое правление получил от твоего отца. То есть... Наместничество. Наместничество. Экономические льготы, какие-то привилегии, чтобы они, в принципе, обеспечивали здесь поддержание какого-то порядка в плане мореподства. А вторая половина первого века – это попытка и долгоиграющие планы Римской империи как раз здесь циркумпатийское господство установить. Иосиф Флавий в своих трудах пишет, что здесь во второй половине первого века нашей эры установилось мир и порядок благодаря наличию сорока военных кораблей, постоянно курсирующих вдоль побережья, и трех тысяч гоплитов, которые здесь... Жиловооруженных войн. Да. Которые здесь не вели порядок. На тот момент была морская пехота. Ну, это так, в принципе, и есть. Это римская морская пехота, которая могла высадиться с кораблей и в любом месте, говорится, очень серьезно объяснить точку зрения имперского правления Рима. И, опять же, совпадает с этими всеми данными находка на Мацесте при разработке ЧСовхоза римский шлем того же периода. То есть, одна из любимых тем, которая при этих находках мусируется, это, ну, так, колониальный товар. Что-то товары все на один период у нас, получается, попадают. Хотя торговали гораздо дольше. Такого же плана фрагмент шлема был найден в башне Архипа Осипа. Так что здесь богатое поле для исследования, и вполне возможно, что здесь что-то тоже найдется, если провести какие-то... Самые, в данном случае, интересные краеугольные моменты камень, то, что происходит у нас каждый раз с людьми, которые не вникали до вопроса. Говорят, а что же раньше не находили? А кто-нибудь искал кого-то? В центре города Сочи никогда не работало ни одной археологической экспедиции. Все книги и все исследования, что проходили, проходили по периферии. Никогда раскопок в центре города, ни при каких строительствах не было. Вот объяснение, почему мы находили. Странный вопрос вообще, если даже, по крайней мере, огромное количество мест даже не трогали ни разу еще. Говорят, о чем тут стоит. Поэтому мы хотим привлечь, как говорится, внимание к этим моментам, которые на самом деле реально важны для дальнейшего развития нашего города. На этом, наверное, все. Спасибо, Константин. Спасибо, Андрей. Такое представительное интервью. Хочу пожелать личной удачи вот в этом всем вопросе, чтобы это все принесло действительно плодотворные элементы всякие деньги, действительно простые. Вам, подписчики, что хотел сказать, есть уже наработанные материалы в виде статей, в виде каких-то результатов. Ну, ссылочки дать надо в конце. Соответствующие ссылки будут представлены позже данными роликами. Я так понимаю, скорее всего, они будут развиты на части. Поэтому под каждым из роликов, под каждой часть ролика вы можете найти ссылки на соответствующие статьи по этой тематике. Подробно со всеми источниками рассказано о той теме, о которой мы сегодня говорили. На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и делитесь с друзьями. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok